Пытки остаются единственным способом, чтобы заставить простых граждан сознаться в убийстве. В Таджикистане у нас под носом происходит ужасное зверство. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, как инвалиды под пытками заставили признаться в убийстве. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Является большой редкостью, когда жертвы пыток решаются на подачу жалобы на действия сотрудников полиции, поскольку это не только бесполезно, но и грозит последствиями для самого заявителя. Житель Турсунзаде Хасан Едгора в 2017 году полгода отсидел в следственном изоляторе по обвинению в убийстве и вышел на свободу после того, как был пойман настоящий убийца. Хасан инвалид с малых лет, у него протест на левой ноге, из-за чего молодой человек немного прихрамывает. Он, как писал, признательные показания, не выдержав изощренных пыток в отделе милиции. Но суд над виновными пытками сотрудниками милиции продолжается по сей день. Коалиция гражданского общества против пыток и беззаконностей в Таджикистане намерена опубликовать 10 новых историй за последние 5 лет, по которым она работала. Адвокатам удалось где-то приостановить дело и буквально вытащить невиновного человека из-под стражи, где-то удалось привлечь к ответственности виновных в применении пыток сотрудников правоохранительных органов. Но есть и такие дела, по которым годами невозможно продвинуться ни на шаг. В ночь с 6 на 7 ноября 2017 года в городе Турсун-Заде убили официанта. 7 ноября домой к Хасану, а тогда он жил в Турсун-Заде, ворвались 10 человек в гражданском. И, не представившись, скрутили ему руки, пригнули голову и увезли с собой. Все это происходило на глазах напуганной жене и двух малолетних детей. «С тех пор я не видела сына. Это уже потом я узнала, что в отделе милиции на второй день ему влепили административный арест на 10 суток за якобы оказанное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. И все это время к нему применяли пытки и вынудили признаться в том, чего он не совершал», – рассказывает Шарафат Наразыкулова, мама Хасана. «Хасану тяжело даются воспоминания о пытках. Он начинает нервничать и заикаться. В первый же день меня заставили лечь животом на пол. Сотрудник милиции положил свою ногу мне на спину между лопатками и, схватив меня за затылок, несколько раз ударив головой от пол. Заставлял признаться, но я не хотел сознаваться в том, чего не делал. Ночью на Хасана надели наручники и подвесили его, чтобы он все время стоял с поднятыми руками. И так продержали его до утра. Молодого человека периодически забирали из ИВС в служебные кабинеты, угрожали, продолжали бить, требовали признаться в убийстве, но он молчал. Тогда в страже порядка решили действовать другим путем. Вызвали в отдел милиции Таджиниса, супругу Хасана, для дачи объяснительной. Правда, правильной объяснительной. Сотрудник милиции потребовал от женщины, чтобы та указала, что Хасана в день убийства не было дома, на что она сказала, что супруг никуда не отлучался. Тогда сотрудник ударил ее по голове здоровенным журналом и стал угрожать, что отправит ее за решетку, а дети будут расти в детском доме. Но женщина выдержала все эти издевательства и не стала клеветать на мужа. Тогда же привели в отдел 7-летнюю дочку Хасана и допрашивали ее без присутствия матери или психолога. После этого ребенок стал писаться во сне. На четвертый день следователь прокуратуры Шернаев и еще трое сотрудников милиции зашли в дом Йодгоровых без предъявления каких-либо документов о проведении обыска и начали ходить по комнатам и искать какие-то вещи. Но мама Хасана сказала, что пожалуется по телефону горячей линии в Генеральную прокуратуру на несанкционированный обыск, после чего те ушли. По словам Хасана, милиционеры при этом пытались сымитировать, что его пытают в органах безопасности. Сажали его машину, надевали ему на голову мешок, говорили, что якобы везут его в ГКНБ, а сами наматывали круги по городу, возвращались в свой отдел милиции и там пытали. Срок административного ареста Йодгорова заканчивался. Вечером его посадили в конвойную машину и повезли в Душанде. На одном из столичных проспектов под мостом ему на голову надели мешок и повезли в какое-то здание, завели, уложили на пол животом, обмотали мизин с обеих рук и ног проводами и включили электрический заряд. На этот раз пытали дольше. Как вам такие пытки у нас в стране? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Так на столе у оборотней в погонах появилось признательное показание. Дело можно было закрыть. В Турсунзаде сразу же выехала съемочная группа пресс-центра МВД и сняла сюжет о раскрытым по горячим следам убийстве. В кадре был Хасан, который повторял перед камерой заученные ночью фразы. Он рассказал, как убивал, а потом ограбил жертву. Его отправили в СИЗО, а впереди предстоял суд и, предположительно, несколько лет в заключении, но вскоре задержали настоящего убийцу-официанта. 15 мая 2018 года дело в отношении Хасана Йодгорова было прекращено и его выпустили на свободу. Молодой человек был несказанно рад, не мог не дышаться свежим воздухом, не мог нарадоваться встрече с семьей, но внутри его съедала боль. Кто ответит за то, что более шести месяцев он единственный человек провел под стражей? Кто ответит за поруганную репутацию, когда его заставили оболгать себя и на всю страну выставили в телесюжете убийцей? Кто ответит за мучения, издевательства и пытки? На следующий же день, 16 мая, он пошел в прокуратуру с заявлением о привлечении к ответственности троих сотрудников ОМВД Турсунзаде, применивших к нему пытки. Шерали Азизова, Эраджа Наимова и Садьи Давлат Мурзода. В октябре 2018 года в их отношении были возбуждены уголовные дела, в том числе по статье «Пытки». Милиционеров задержали и по сей день они находятся в СИЗО. В июне 2019 года дело после расследования было передано в Верховный суд. Точка в этом деле пока так и не поставлена. А как вы думаете, накажут ли милиционеры в свои ответы, напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Цените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok